Творчество Лилия располагает нас к общению, ну кроме всего этого еще и витейнов вы видите ее удивительные экспонаты, то есть конечно ее коллекцию изданий Василия Гондинского и ее сувенирные вот такие предметы, сельки с декором из ее творчества, иллюстрируемые ее творчеством, то есть можно еще и оставить себе, приобрести такой сувенир, ну вот Ирину мы знаем давно, потому что она является членом творческого объединения фотохудожников, свой стиль, всегда ее работают, уже обращают на себя внимание, и вот теперь я думаю, что все ее собратья по искусству, фотоискусству, вот они найдут какие-то слова, поддержки, поскольку они и помогали ей выставку делать, и вот это они собратья в своем творчестве, и сейчас я представляю слово руководителю фотостудии Ивану Лухьяненко. Добрый вечер, у нас сегодня очередной праздник, фото клуба свой стиль, Елена Караева представляет свою персональную выставку, которую мы давно ждали. Елена Караева уже много лет в нашем клубе и выставляет всегда самые необычные работы, то есть около ее работы сюда можно надолго задержаться, обдумывая, что же она хотела сказать в той или другой работе. Ну, сегодняшние работы, действительно, очень интересная тема, оригинальная идея и оригинально оформленная. Многие из нас тоже снимают старый уходящий город, вот я, например, живу в старом районе, где Октябрьская, Пятигорская, там дома многие идут под снос. Очень интересные тоже окна, двери, вот Елена там тоже что-то снимала. Плюс во многих городах, и России, и даже за рубежом, естественно, это все очень интересно. Быть, культура в дверях. Вот каждая страна, это достаточно необычная дверь, особенно, когда это старые двери. Потому что сейчас все более однотипное такое делают, стандартизированное. Здесь мы можем увидеть в буквальном смысле, ну, отражение того народа, который... Молодец, что в наше время, когда рушится мир, отважилось сделать фотовыставку. Причем очень необычную, действительно. С новым свершением, высотом. Молодец вообще. Приятного аппетита. Ну, кто желает, скажите. Я вижу по улыбке, что ты хочешь сказать. Да, по улыбке, я хочу сказать. Ты не помогал делать экспозицию, да? Да, Елена ко мне обратилась, я ей немножечко... Примерно знал, какой она проект собирается делать. Я не представлял, что это будет настолько необычно. Вообще, когда вы пройдетесь по экспозиции, вы поймете, что эта выставка, это результат не одного года работы. То есть фотография, снятые в разных городах этой страны и в разных городах зарубежных стран. Потом, вот эти рамы, старые советские рамы, которые любой человек взял бы, отнес бы в мусор, Елена умудрилась разместить в музее в центре Нальчика. Превратить их в арт-объект. Да. Вот тем и отличается художник от обыденного человека, тем, что он может видеть необычное в обычном. И вот для меня, когда мы развесили вот эту выставку, и когда я вот посмотрел, я восхитился просто. Елена, поздравляю. Очень-очень классная выставка. Спасибо. Я скажу удивительную вещь. При подготовке какой-то там выставки несколько лет назад, Елена принесла свои работы. Ну, мы, как правило, подписываем фотографии свои. И она ходит, мучается. Помогите мне дать название к моим работам. Когда я сегодня посмотрел и вспомнил вот тот случай, такое гуйство фантазии, и вдруг она не могла название придумать. Наверное, она очень скромничала. Впечатляет. Оставит свой след обязательно в истории и музея, и нашего клуба. Смелым подходом. Необычным, по крайней мере, для нас подходом. И еще, я думаю, значение имеет то, что очень многие старые артефакты, которые уходят из нашей жизни, все, а ведь в этой необычной, своими трудами тебе помогла вот эту старину оставить историю, сохранить историю. За это тебе благодарность. И дай Бог тебе и дальше вот так творить необычное, чудесное, замечательное. Друзья, у нас тут был уже Руслан Сримов, и очень интересно было... Он вас приглашает. Нет, нет, здесь он. Ну, в кабардинском языке есть такое слово сяо, это тропа, путь, сяон видеть, сяонова любовь. И в наше такое очень мутное время, такой проблеск со своей тропой, со своей дорогой и со своей любовью, это спасибо тебе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Картины, а тут и подписывать не надо. Написала город, написала страну, и мы как будто бы прошли по этим городам, по этим странам, и все понятно, и никаких подписей, картинам не надо. Особенно мне понравились вот эти стихи про двери. Какая оригинальная мысль, да? Что если бы двери могли сказать, никто бы не стал их пинать. Очень интересно, очень оригинально вовсю. Не только фотографии, не только оформления, но даже вот это вот, что она писала, фотографии просто. Город, страна, все оригинально. Видно, что художественный вкус в голове. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие замечательные у нас выступления, совершенно сердечные, такие душевные. Я думаю, что кто-то у нас тут еще хочет сказать, никак. От живописи, я говорю, что как полезно рассматривать старые трещины на потолке. Да, вот я скажу, что штукатурку, потому что это кусочек стены. Да, это художество, художество, творчество, рождается. Пожалуйста. Ну, всем здравствуйте, во-первых. Я, честно говоря, первых оригинально, то, что выражается именно в дверях, естественно, выражается историей того нрава, которого вы представляете. Понравилось мне, что в этих дверях видно современная жизнь хозяина этой двери. Это тоже все равно видно, это все равно лицо. Ну, честно говоря, немножко даже стало стыдно за то, что эти двери именно в таком виде, именно такое лицо. Здесь, я почему вас спросили, я там был, потому что я сам из Баку. Я вижу там и своих земляков, вижу, и сейчас я здесь живу, вот здесь тоже земляки, считаю, уже. И немножко стыдно за то, что все-таки это частично мое лицо. Тех же бакинцев, те же двери, это частично мое лицо. Это наша жизнь. В этом плане мне немножко стало стыдно. А так мне очень понравилось. Очень интересная и оригинальная баку. Очень оригинальная, потому что такого уже нет. Благодарю.